Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня рассмотрим, как восстановить айфон. Эта процедура несложная, занимает немного времени, но есть определенные особенности, о которых нужно знать. В каких случаях нужно восстанавливать айфон? Первое, при наличии программного сбоя. Второе, если вы забыли пароль экрана блокировки, эта процедура также поможет вам сбросить пароль. Не путайте с блокировкой активации Apple ID. И если вы хотите сделать чистый айфон, сброшенный до заводских, например, после смены хозяина. Помните, что после восстановления айфон будет чистый, при этом все данные пользователя будут удалены. Ну что же, ребята, прежде чем начать, обязательно подпишитесь вот там внизу на мой канал, зацените видео лайком. Если вы это сделали, тогда погнали! Итак, для того, чтобы восстановить айфон, нам понадобится компьютер или ноутбук, подключенный к интернету. Причем с установленным iTunes. iTunes должен быть последней версией. Для этого открываем iTunes, заходим в справка, обновление и проверяем наличие новых обновлений. Прежде чем начать процедуру восстановления, нужно определиться, какую версию операционной системы iOS будем устанавливать на свой айфон. Для этого переходим на сайт, ссылка будет в описании под видео. Для своего устройства выбираем доступную для установки версию операционной системы iOS. Они помечены зеленой галочкой и скачиваем ее. Если хотите, чтобы при восстановлении установилась самая последняя версия операционной системы iOS, тогда не нужно ничего скачивать. Дальше, подключаем айфон к компьютеру с помощью лайкинг кабеля. Желательно использовать оригинал. Следующий шаг, мы должны перевести айфон в режим восстановления. Для этого, на айфон 7 и 7 Plus нажимаем одновременно кнопочку питания и кнопку уменьшения громкости. Нажимаем и держим, пока не появится логотип iTunes с изображением USB кабеля. Вот таким образом, мы перевели айфон 7 и айфон 7 Plus в режим восстановления. На устройствах младше айфон 7 нажимаем кнопку питания и кнопку Home, держим их до появления логотипа iTunes с изображением USB кабеля. Начиная с айфон 8 и более новых моделей, кратковременно нажимаем кнопку увеличения громкости, кнопку уменьшения громкости. И затем нажимаем и держим кнопку включения-выключения питания. Нажали-отпустили, нажали-отпустили, зажали и держим. Держим до появления логотипа iTunes с изображением USB кабеля. Если вы все верно сделали, то в iTunes увидите окно с сообщением восстановить айфон. Хотите установить любую другую прошивку, отличающуюся от действующей, зажимаем кнопку Shift на клавиатуре и выбираем загруженный ранее файл прошивки. Если вас устраивает последняя версия прошивки, тогда Shift не нажимаем, просто нажимаем кнопку восстановить. Дальше подтверждаем начало восстановления. Если вы выбрали установление последней актуальной версии операционной системы iOS, у вас в правом верхнем углу начнется процесс загрузки операционной системы, которая действует на данный момент. Вот вы можете проследить за этим процессом, сколько осталось по объему и также сколько осталось по времени. В процессе скачивания прошивки ваш айфон может включиться. Ничего страшного, такое бывает. Главное, чтобы вы перевели свой айфон в режим восстановления до окончания процедуры завершения скачивания прошивки. В зависимости от устройства переводим свой айфон в режим восстановления так, как вы делали до этого. После извлечения программного обеспечения на айфон можно увидеть процесс восстановления. Также этот процесс можно посмотреть в iTunes. По окончанию вы получите чистый восстановленный айфон. Ребята, я напоминаю, что процедура восстановления не поможет вам удалить учетную запись Apple ID. Пожалуй, на этом все. Таким образом, сегодня мы разобрались, как восстановить айфон. Если у вас есть вопросы, пишите. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, зацените видео лайком. Всем желаю удачи и пока-пока!